Отлично. Я вас тоже хорошо слышу. Меня зовут Татьяна. Сегодня проведу вас аттестацию. Такое время займет 15-20 минут после аттестации. Проверим ваш анкету, определимся с дальнейшими действиями, также на рекомендации. Если есть вопросы перед аттестацией, можете сейчас задавать. И также еще поскорить все информацию об лаборатории. Ну что ж, его взяли. Больше работы значит больше денег. Он что-то не очень доволен. Ну ладно. Зато я довольна. Хотела на дивную прогулку еще сходить, но мне что-то лень было. Какая-то погода вообще, то есть утром я шла в юбки, сейчас я иду в кутки, потому что реально очень холодно на улице. Вот. Первый раз могу любить их. Немножко в шоке. И что еще? Короче, сейчас уже почти 6 часов вечера, по-моему, с 20-ти. Воу, что урок начинается? Ну, 30-ти же? Ну, 30-ти уже на урок 8, ой, 6 начинается. Потом я хотела еще погулять. Пойдем на прогулку. Всем привет. Сегодня у нас предпоследний день. Ах, жесть. Я просто в шоке. Я поняла, осознала, что у нас завтра последний полный день, а потом мы уезжаем. Уже не хочу уезжать. Месяца назад я хотела уехать, а сейчас не хочу уезжать. Так, ко всем привыкла. Просто мы жили жизнь. Это было хорошо. Мы в Екатеринбурге будем записывать песни и предприятия, сниматься йогой. Надеюсь, буду пущить и гулять. Буду жить жизнь тоже, буду кайфовать. В одной в конце этой набережной нету людей практически. Так спокойно, так зелено. В Екатеринбурге, говорят, тут был снег 30 апреля. Сегодня 30 апреля. Завтра в 10.30 у нас вылет. Мы зарегистрировались на рейс. Будем сидеть в разных частях самолета. Спасибо большое. Сколько летали за границей, ни разу такого не было. При онлайн-регистрации, что садят порознь. А тут нужно типа доплачивать. Ну, Вова сказал, не доплачивай, полетим порознь. Давно так не летали. Ну, чтобы не проходить эту регистрацию с нашими баулами, я даже не знаю, сколько получится. Немножко, кстати, волнуюсь перед отъездом, не знаю. Так полюбила это место и не хочется возвращаться. Там, по-моему, вообще еще деревья голые стоят. Хотя месяц назад, когда мы покупали билеты, я очень хотела вернуться в ЕКБ. Я не знаю, почему. Ну, там, делать песни, анимации йогой. Ну, природы там такой практически нет. Надо куда-то ехать. Ну, что ж, с двадцати десять вечера самое время собирать рюкзак. Просто я открыла его, и он пахнет тем периодом нашей жизни. Реально. Понимаете, как это странно? Как это странно чувствовать этот запах того периода. Такое существо. Просто вещи мужчины и вещи женщины. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ...трудовой доблести. В целях вашей безопасности просим вас оставаться в своих креслах до полной остановки самолета и нашего при… В аэропорту плюс 10 градусов. Местное время 16 часов 25 минут. Через 300 метров круговое движение, первый съезд. Очень красивый подъезд, ставлю лайк. Просто мы с нашими баулами, это вообще жесть поменьше. Ужасно. Короче, когда мы ехали, вот знаете, когда мы приехали в Атлер, тогда еще давно не видно, я такая, какой ухоженный город? Сейчас я ехала по Екатеринбургу и смотрю, и хочется сказать, какой неухоженный город. Серость, грязь, почему сложно это все убрать? Я не понимаю. Мне уже не нравится. Мне не нравится. Сходи, убери. Совсем, что ли? Там дороги просто все, они в пыли, потом просто все... Прикиньте, что, вот сейчас я вышла из такси, мне почему там бишура оказалась на полу, вот какой-то низом. Я в шоке немножечко. Каким образом амбишура оказалась на полу? Я не понимаю. На земле, не на полу. На земле. На грязной земле. На треклоне. Короче, во-первых, руб-туб. Короче, реально тесно. У нас были более высокие потолки. И, не знаю, как-то более просторно. Ты сейчас как-то очень странно себя чувствуешь. И, знаете, реально, вот говорят, что живите на первом или втором этаже, потому что вы будете питаться энергией. Честно говоря, я ничего не замечала, какой там энергии я питаюсь. Но сейчас, когда я стою на шестом этаже, я чувствую, как будто бы у меня вот под ногами нету чего-то. Ну, вот знаете, как будто вот нет земли. Вот я реально вот, как будто бы я на весу. Это такие странные ощущения. Блин, это реально я никогда не думала, что у меня такие будут ощущения. Но реально, как будто бы вот подо мной нету никакой опоры. Я просто где-то вот летаю немножко. Всем доброе утро. Что такое? Солнце яркое. Ни одной точки на небе вроде нету. Вчера смотрела на небо, и как будто бы оно выше, чем в Сочи. Девять часов утра. Когда я легла спать, мне показалось, что реально, я как будто бы в воздухе летаю, и вообще не чувствую змеи. Потому что, знаете, это первый и шестой этаж. Короче, ребята, сегодня были глобальные планы пойти на йогу вокала. В итоге просто я... Ну, вы знаете, кто смотрит мои влоги, что мне может стать во время первого дня месячных плохо. Вот, и просто как... У меня в этих флэшбэки как бы по нишу шли. Поэтому я никуда не иду. Ну, у меня уже получше. Вот, я не знаю, что уже. Какой месяц у меня вот это вот. Просто, блин, живут очень сильно. Во время первого дня. Ну, я знаю многих такое, но раньше у меня такого не было, и слышала, что это из-за нехватки железа. Железо же это что-то связано с Мегимагабейк-прилем. Короче, надо что-то думать. Просто я обожаю уже второй день никакой продуктивности. Вся раз просто как-то устали. А сегодня... У меня уже получше, в принципе. Ну, знаете, здесь такой срач. Ну, типа, вот, посмотрите. Куча вещей. И хотелось бы это всё разобрать. Там особенно у меня в шкафу. Я просто, наверное, гардероб, который я никогда носить не буду. Практически все вещи. Ну, вот тут ещё. Хочется-то, конечно, всё разобрать. Да, хочется, чтобы вы за меня это разобрали, честно говоря. Я просто вам говорю, так, блин, ну, вообще-то для... Ну, у людей богатых. У них есть ассистенты. То есть они просто приезжают, ассистентом разбирают все вещи, собирают чемодан также. И ты не паришься. И он говорит, вот поэтому все думают, что ты лицемерка или что-то, или ЧСВ. На самом деле, это просто жизнь, к которой стремлюсь. Вот. Потому что реально так-то понимаешь, что, ну, типа, всё это собирать, разбирать я не хочу, если честно. Просто помогите мне тоже здесь сидеть вот так вот. Что-то, понимаете, прокладка лежит последняя. О, боже. Дайте сил. Просто куча вещей всяких, куча хлама. Вообще, и сознание того, что все три месяца нашей жизни, прошлой, они остались в прошлом. Всё. Это уже момент, в который всё. И когда ты как раз-таки путешествуешь, перемещаешься, ты это особенно понимаешь, потому что, когда ты просто живёшь в одном городе, там, год, для тебя это просто, ну, год, год, год. А когда ты так перемещаешься, ты понимаешь, блин, целых три месяца позади. Так вот. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok